Добрый вечер. В эфире канала Россия 24. Программа Вести Ульяновск. Итоги дня их подведу я, Ксения Грищенко. И вот что вы увидите. Что такое картонажное производство и какую поддержку получают социально ориентированные предприятия? Обо всем по порядку расскажет наш корреспондент. Первый шаг в общественную жизнь. Набор в детские сады начинается. В этом году специалисты оформят более 9 тысяч путевок. Необычная выставка от необычного художника. Полеты во сне и наяву. Никаса Сафронова в Симбирской Чувашской школе ждут посетителей. Дополнительную поддержку получат социально ориентированные предприятия. Те производственные площадки, где свыше половины сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Региональная казна готова субсидировать часть затрат на покупку нового оборудования. Картонажное производство на этом предприятии наладили несколько лет назад. Рабочая смена 7 часов. За этими станками сотрудники, у которых ограничены и возможности здоровья. Владимир Козельский, например, инвалид по зрению. Однако врожденное заболевание не помешало заработать 47-летний стаж. С возрастом, ну, просто так бегать не пойдешь. А здесь движение хочешь не хочешь, а двигаешься на пенсию, лежать на диване еще рано. Физические ограничения больше, чем у половины сотрудников предприятия. Они не только выпускают упаковку и гофрокартон. Производят еще и автокомпоненты. Социальные ориентиры региональное правительство поддерживает субсидиями. Таким предприятиям, как предприятия инвалиды, в том числе и в Останской, нужна государственная поддержка. Поддержка и государства, и местных властей. Ну, мы это ощущаем на себе, на нашем предприятии. Часть нам компенсирует топливный и энергетический затрат, затрат на отопление, освещение и так далее. В этом году региональная казна компенсирует затраты еще и на оборудование. Между тем, в региональном министерстве промышленности отмечают темпы роста производства бумаги. Только в минувшем году более чем на 130%. Идет развитие промышленности всех отраслей. И вот благодаря такому эффекту мы страхуем себя от монопринадлежности, от зависимости ульянского региона, от одной какой-либо отрасли. В целом, индекс промышленного производства в регионе уверенно растет. Только за минувший год он превысил 101%. И здесь весомая доля за обрабатывающим производством. У нас в Ульяновской области обрабатывающая промышленность занимает очень значительную долю, почти 85%. Традиционно основной вид деятельности, который наибольшее влияние оказывает на обрабатывающую промышленность, это производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Доля этого вида деятельности в регионе почти 23%. Предприятия готовы инвестировать в модернизацию собственных производственных площадок. Предполагают, что за три года сумма вкладов превысит 12 миллиардов рублей. Елена Тимонина, Кристина Агафонова, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Об итогах развития промышленности нашего региона в 2018 году, о планах и предприятиях, флагманах сегодня речь пойдет в программе «Тема дня». Гость в студии, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин. В патовой ситуации оказались жители 14-го дома на улице Ипподромной. Здесь на крыше образовалась большая наледь. В случае срыва она может разрушить конструкции, а еще нанести увечья людям, в первую очередь детям. Собственники помещений не раз звонили коммунальщикам, но городская управляющая компания Ленинского района, похоже, всецело сосредоточилась на собственном банкротстве. На телефонные просьбы никак не реагирует. При этом владельцы квартир до последнего платили за жилищные услуги этой компании. Теперь наш дом никуда не относится. Новую компанию мы еще не выбрали, потому что выборы будут только лишь 1 апреля. И теперь наш дом без хозяина. Такая наледь, и мы боимся, что у нас балконы полопаются. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то принял меры, помог нам в этом. Несмотря на смену управляющих компаний, жаловаться на бездействие коммунальщиков все же можно. Руководство областного министерства энергетики и ЖКК опубликовало на страничке в Твиттере электронную почту жилнадзора. К письменной информации нужно приложить фотографии, наледи и сосулек. Кроме электронки, также можно воспользоваться мобильный приемный контакт центра. Дети от трех до семи полностью обеспечены местами в детских садах Ульяновска. Об этом заявили в городском управлении образования. Напомню, с 1 марта начнется выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения. В этом году специалисты оформят более 9 тысяч путевок, в том числе в группы кратковременного пребывания детей, где малыши проводят от трех до четырех часов в день. В прошлом году данной услугой воспользовалось более 80 семей. Понимаем, что это очень востребовано в нашем городе. Поэтому в этом году более 100 направлений мы готовы выдать. Среди прочих ребят готовится принять и детский сад номер 116 «Сударушка». А сейчас здесь воспитывается 121 ребенок. Для всестороннего развития детей в образовательном учреждении работает бассейн, сенсорная комната, музыкальный и спортивный залы. Молва у нас идет через родителей. И у нас очень хорошие дети, очень талантливые. Ну, благодаря педагогам, которые работают. Несмотря на желание многих горожан отправить своего ребенка именно в «Сударушку», с переводом малышей в этот детский сад проблем не возникает, уверяют родители. Нет, попасть было очень легко. Вообще, без проблем все прошло. В течение двух недель я уже получила все документы и пришла сюда в садик. А в 107-й детский сад «Светлячок» можно приходить в любое время дня и ночи. Если в обычных детсадах после 7 часов вечера наступает тишина, здесь голоса и смех ребят не прекращаются еще долго. 10 воспитанников от 3 до 7 лет ходят в группу круглосуточного пребывания. С ними остаются после 19.00 младшие воспитатели, которые организуют совместную с ними деятельность, самостоятельную деятельность, вечернюю прогулку, организуют также ужин и гигиенические процедуры вечерние и утренние. Аналогичные группы есть и в детском саду номер 40. Сюда малышей приводят родители, которые уезжают в командировку или работают в ночную смену. Зарегистрировать ребенка для получения путевки в дошкольное учреждение можно в отделении МФЦ. При себе нужно иметь паспорт, сведения о прописке, свидетельство о рождении и документы на получение льгот при их наличии. Заслуженный художник России Никас Сафронов вновь радует ульяновцев своим творчеством. Выставка сюрреалистических картин живописца открылась в музее Симбирская Чувашская школа. Экспозиция получила название «Полеты во сне и наяву». У посетителей будет возможность познакомиться с разными периодами творчества мастера. Представленные картины написаны в период с 2004 по 2018 годы. Оригиналы работ находятся в частных коллекциях по всему миру, и некоторые даже выставлены в Третьяковской галерее. Это постеры, они сделаны в единственном экземпляре. Если выставка закончится здесь, эти работы можно увидеть в университете. Волгу они всегда будут там, радуют глаза. И если часть каких-то, Борис Михайлович, подарит гостям, нам, наверное, тоже будет продолжение расширения наших творческих возможностей. Ульяновский государственный университет занимает важное место в жизни Никаса Сафронова, признается сам художник. Долгие годы он является почетным профессором вуза. Раньше регулярно преподавал на факультете культуры и искусства. Сейчас приезжает с мастер-классами. Для студентов встреча с художником – всегда незабываемое событие. Мне понравилась, в принципе, в общем, выставка, ее организация. Пришло очень много молодежи и вообще, так сказать, контингент посещения. И взрослые люди пришли, и молодые. Прям совсем видел прям детей. Побывать на выставке ульяновцы смогут до 31 мая. 23 февраля, в День защитника Отечества, в Большом зале Ленинского мемориала состоится традиционный праздничный концерт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава». Начало концерта в 17 часов. В нашей программе фантазии на темы военных песен, на темы песен о любви, самые любимые и советские песни, и современные песни, марши и вальсы военных композиторов и дирижеров. В нашей программе принимают и солисты филармонии, и приглашенный гость, заслуженный артист России Алексей Зардинов из Москвы. А 24 февраля военную тематику продолжат Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. В программе под названием «Слава России» прозвучат душевные, теплые лирические композиции Яна Фрэнкеля и Микаэла Таривердиева. Мы также будем играть музыку, которая стала уже гимном офицеров. Это песня Олега Газманова «Офицеры». У нас будет замечательная композиция из финала фильма «Свой среди чужих». Это Эдуард Артемьев будет играть на трубе заслуженный артист России Андрей Москалев. Концерт «Слава России» состоится в Малом зале Ленинского мемориала. Начало в 17 часов. Оба концерта проходят в рамках акции «Георгиевская ленточка». Для детей войны, ветеранов, участников боевых действий вход бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего льготу. И на этот час у нас все новости. Я благодарю вас за внимание. А прямо сейчас информация о погоде вместе с Ириной Шмыговой. Спасибо, Ксения. Добрый вечер. В студии с вами Ирина Шмыгова. И сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 8 до 13 градусов мороза. В Ульяновске минус 9, минус 11. Ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов небольшой снег. Днем облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Завтра днем по области от 5 до 10 градусов ниже нуля. В Ульяновске минус 8, минус 10. Будьте внимательны и осторожны. На дорогах местами гололедится. И это все о погоде к этому часу. Всего вам доброго.